друзья мы сейчас собрали в тур сырье на акт на шести акциях в городе также собирали корма для приютов для животных и сейчас мы привезли в приют так это сухой гурм это кошки дорогие друзья мы сейчас передаем корма в приют мурлыки вот светлане непосредственно светлана кстати а сколько на сегодняшний день у вас находится кошек в вашем приюте 60 штук 60 а вот только что спрашивала а как попадают эти кошки к вам а попадают по разному и некоторых подкидывают под двери приюта некоторые на улице некоторые люди приносят как по-разному у всех разные если места есть в приюте то мы берем кошек а сейчас у нас просто под завязку просто все занято даже как освобождается кто-то там уезжает так мы можем взять кого-то еще то есть примерно у вас приют на эту на это количество как раз и рассчитано примерно на наши возможности ну постоянных человек 6 штук постоянных а так еще никакого нет ежедневно у нас по будням работает работница она зарплату получает ну естественно за счет пожертвования как люди собирают деньги и вот мы из пожертвования выдаем ли заплату а по будням выходные волонтеры бесплатно ну ладно все пойдемте тогда поднесем в эту комнату в эту комнату в в в в в в в Друзья, сейчас мы приехали в приют Костики, передали корма, одеяло для животных. Спасибо всем участникам, кто принял участие, кто перелывал корма, жертвовали, присоединяйтесь к нашим акциям, подписывайтесь на наши каналы, Чистый Север 29, Серба ТВ. Огромное спасибо тем, кто не остался равнодушным к нашим братьям меньшим. Эта помощь неотъемлемо важна. Спасибо большое. Дорогие жители Северодвинска, сегодня у нас 6 февраля и мы проводим 47-ю акцию по раздельному сбору отходов. Дорогие друзья, меня зовут Влад Симонов, я занимаюсь с сортировкой отходов в 2 года. Считаю, что это очень важная акция для нашего города. Добрый день, меня зовут Мария, приехала из Санкт-Петербурга, но раньше проживала в Северодвинске. Очень приятно видеть, что даже в небольших городах России тоже поддерживают идею раздельного сбора. В Петербурге, естественно, этим тоже занимаются. У каждого практически уже подъезда стоят контейнеры с раздельным сбором. Также организованы очень большие склады, пока их немного. Мы развиваемся в Санкт-Петербурге вслед за Москвой, но эта инициатива все набирает обороты и, мне кажется, следующее поколение за нашим, оно уже будет относиться к этому как к чему-то вообще вполне естественному. Очень рада, что в Северодвинске тоже поддерживаются такие инициативы. Мария, а склады, вы сказали, это станции по сортировке отходов, да, имеется в виду? Склады, это определенные места, большая площадь организована под именно раздельный сбор, там принимают гораздо больше отходов, не только там пластик, батарейки, а вообще практически все, старая техника, очень много всего, практически все, что можно переработать, все принимают на переработку. То есть получается по принципу, как в Финляндии, можно привезти шины, можно привезти метель старую, или какую-то бытовую технику, холодильники и так далее, да? Да, все именно так. Все безотходно, все утилизируется. Спасибо большое, что присоединились к нашей акции. Спасибо вам. Спасибо вам. Дорогие друзья, меня зовут Татьяна. Меня зовут Вадим. Мы занимаемся сортировкой мусора всего полгода, и считаем, что это очень важно для нашего города сортировать мусора. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали об этой акции и приходили сюда отдавать мусора. Присоединяйтесь и не оставайтесь в стороне. Меня зовут Елена. Каждый раз прихожу раз в две недели на акции, которые устраивают, и не перестаю восхищаться нашими волонтерами. Молодцы, конечно, что делают такое большое дело и очищают наш город. Вот хотелось бы, как и в других городах, ведь ездим же по стране, в тот же Петербург, там, Севастополь и так далее. Вот, и видим, что есть контейнеры для раздельного сбора. Вот у нас-то будет, наконец, когда-нибудь отдельно, чтобы мы стекло в один контейнер, в другой пластик, бумагу, а не так, что все в один, да и то не везде, да? А то они бывают и переполненные. В общем, конечно, у нас, конечно, далеко еще до идеала, или даже до более-менее нормального состояния. Вот, и на такие сборы, посмотрите, все время и на разных площадках люди ходят, люди стараются. Вот, они привыкли уже к раздельному сбору, потому что город-то хочется, чтобы не зарастал в грязи, понятное дело. Вот у меня на работе уже человек есть, которому далеко вот до такого сбора, да, ну там рядом нет точки. Вот она приносит, и я ношу туда, вместе с дочкой мы ходим, вот. И думаю, что люди, конечно, у нас уже привыкли к этому и ждут нормальных контейнеров. Лена, ну, ради исполнительности, конечно, бы хотелось бы сказать, что в нашем дворе, где мы с вами проживаем, нету вообще ни одного контейнера для раздельного сбора отходов. Никакого. Да. И на сегодняшний день 77 контейнеров в городе Северлинске. Оригинальный оператор до сих пор не установлен. Вообще, конечно, как не только это осознавать. Вот, а другие итоги бывают завалены, что класть не туда. Спасибо большое, что вы присоединились в нашей акции. Благодарю. Я рада, что есть такие акции. Здравствуйте, уважаемые жители нашего славного города Северодвинска. Очень мне приятно, что вот занимаемся разделением отходов наших. У нас большинство мусора не идет на нашу свалку, а идет на МПК. И с каждым разом, вот уже 47-я акция, с каждым разом жителей, которые добросовестно относятся к разделению отходов, очень много становится. Больше и больше, больше и больше. Сознательность жителей растет в этом плане. Казалось бы, надо бы нас поддерживать, да, вот наших жителей вот в этом начинании, чтобы у нас свалки не росли, потому что у нас проблема со свалками получается. Она переполнена отходами. Отходы эти чуть ли не в реку как-то уже спускаются. Свалка наша горит. Горит этот пластик, который мы не сдаем на разделе сбора отходов. Пластик горит, и горят вот эти вот пищевые отходы вместе. Может быть, слышали, когда у нас горит, просто в городе смог стоит. Поэтому я вас очень прошу, присоединяйтесь к нашим акциям. Давайте сортировать наши отходы, наш мусор, чтобы он не шел на свалке. И еще к администрации, конечно, чтобы она нас поддерживала. Но как бы пока еще не видно, чтобы администрация нас поддерживала на 100%. Надо сделать какие-то сборные пункты, что ли, для жителей, чтобы они приходили туда и, может, в течение недели даже сдавали какие-то вот эти отходы, сортировали их. Но пока движения, к сожалению, от администрации нет. Жалко, конечно, потому что наши жители города очень славные, и добрые, и отзывчивые люди. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашим акциям. Всю информацию вы можете узнать в группе ВКонтакте «Чистый Север 29». И еще группа «Серба ТВ». Пожалуйста, мы вас очень ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова